Добрый вечер, дорогие друзья! Мы в жаркий летний день начинаем наш вебинар очередной. Я приветствую всех терпеливых и настойчивых, кто нашли время и желание сегодня участвовать. Но есть очень хорошее преимущество современной технологии. Это возможность, во-первых, у кого есть побольше времени прослушать запись, и у кого поменьше времени, или кто более конкретно, может ознакомиться через тезисы, которые тоже, как правило, готовятся, когда есть такая возможность. Итак, начнем запись. Дайте обратную связь, пожалуйста, как меня слышно. Да, скажу. Спасибо. Хорошо, тогда я даю запись. Здесь, по-моему, уже... Да, спасибо, Олег. Сегодня на Мирополисе или в Мирополисе мне помогает Олег Сошников. Спасибо, Олег. Я заранее уже вас поблагодарю. Вот. И здесь, значит, у меня целая команда помогает на других средствах масс-медии, по которой сегодня наша трансляция идет. Итак, есть вопрос. Поступили вопросы, значит, прежде чем я смогу подойти. Сейчас я зачитаю. Значит, подскажите, как обстоят дела с блокчейн-направлением. Добрый Ви Апсен. Так. Хорошо. Значит, я имел удовольствие присутствовать в Париже на большом мероприятии в выходные дни. Это был день взятия Бастилии. Помните, как в фильме «Любовь и голуби»? Значит, дед говорит, что срывает листки календаря и говорит, что день Бастилии прошел даром. Вот так, что этот день прошел даром и очень много чего увидел. И на следующий день воскресенья как раз была чемпионат, финальная игра чемпионата мира. Это масса впечатлений. И в связи с этим у меня возникли некоторые ассоциации, о чем я вам пару слов и скажу. Это не как новость, а как мысль для размышления. А про блокчейн я вам скажу. Значит, смотрите, дорогие друзья, что интересно. Значит, я тут... Сейчас, одну минуточку, начать запись. Начал с записи у вас. Значит, и слайд-шоу. Есть, да? Об оттоке энергии, замене, самореализации, участие в массовых мероприятиях. А потом перейдем, что нас может мотивировать и так далее. И в том числе про блокчейн говорить. Вы знаете, дело в том, что я еще раз убедился. Мы там знакомым с ним дискутировали. Немножко на ту тему, что все массовые мероприятия, там просто был дурдом. Это везде так, кстати. И посмотрел, статистика говорит, что 80-90% людей получают самореализацию или признание через действие или через реальное признание. Что такое через действие получить признание? Признание через действие – это когда я крутой, на крутом мотоцикле, на хреновеньком мотоцикле еду по Парижу, там, по Москве, по деревне Басюки, все равно где. И выкрикиваю какие-то лозунги, размахиваю флагом, значит, это самое. Я реализуюсь, потому что я не смог реализоваться, может быть, на работе. Заметьте, люди, которые реализуются на работе, им это уже не нужно. Люди, которые реализуются в семье, им тоже этого зачастую не нужно. И это относится все к 80-90%. Но тут, ладно, реализуйся, Бога ради, но тут есть другой нюанс. Люди, значит, дают энергию, причем массу энергии. И многие люди это осуществляют, если мы перейдем от массовых мероприятий к взаимоотношениям, то начинают болтать какую-то нести ахинею. Я возвращаюсь к нашему чату, кто участвует в чате целевых проектов, так называемым, моим именем названным, значит, то те могут посмотреть. Я посмотрел чат, и у меня встали волосы дыбом. В плохом или в хорошем смысле этого слова, потому что волос, слава Богу, нет на голове. Вот, и потому что там действительно опять занесло куда-то. Занесло туда, что кто-то подпитывается энергетикой всей компании, все ведутся на любой, значит, там был тролль, немножко где-то там троллил, потом там появились у нас мысли, люди начинают идти, фокус меняется и начинают говорить о чем угодно. Это точно так же, как начинают кого-то о ком-то сплетечить в разговоре, теряется канва мысли, и мы говорим о чем угодно, кроме того, о чем нужно бы поговорить иногда, обсудить, посоветоваться, быть конструктивным, быть последователем своими, созидательным в конце концов, а не просто констатирующим какие-то там перечень каких-то абсолютных фактов. И не забывайте, вот сегодня в чате был хороший ролик один, который показывал о том, что все создается нашей мыслью. Я не устану это повторять. То, что, как он там показывает, карандаш это в первую очередь наша мысль, это не карандаш. Потом только появился карандаш и так далее. Но тут мы можем зайти в философские размышления, суть не в этом. Я то, что хотел, вам сказал, а ваше дело, как это принимать. Теперь, что у нас, во сколько открытие кофеста в Мариной Горке. Вы знаете, я не знаю, во сколько открытие кофеста в Мариной Горке. Посмотрите, если вы имеете доступ в чат или кабинет личный у вас есть, вы там это увидите. Если нет, то я просто не буду вам придумывать, то постарайтесь узнать у знакомых. Мне трудно это сейчас вам сказать. Если вы откуда зашли, в контактах, там есть отдельный чат, где вы можете это узнать. Но, скорее всего, это будет где-то в 11 часов, в 10 или в 11 часов примерно. Обычно это начинается это время. Но не берусь точно утверждать. Теперь, что касается, пока не забыл, я пообещал, что дальше будет с блокчейном или в каком состоянии это находится. Разработка ведется, причем разработка ведется очень мощно. Как я уже в прошлый раз объявлял, что этим занимается целое управление уже, там группа. И просто набрана группа людей. И используется аутсорсинг очень мощных специалистов, которые работали в этом направлении уже достаточно время. И сейчас разрабатывается это направление. Причем, как я уже в прошлый раз говорил, и пока не хочу больше повторяться, здесь только скажу, полагая, что вас больше интересует, что сейчас самое большое внимание уделяется именно технологии блокчейн относительно управления проектом, управления объектами в нашем проекте, в нашем, нашей технологии, в нашей, становлении нашей технологии и в ее эксплуатации в будущем отрабатываются все-все-все элементы. Выяснилось на том этапе, в течение вот практически года уже, да, выяснилось, что это наиболее существенно. Но могу вас обрадовать, что параллельно ведутся так называемые разноуровневые тестовые работы по подготовке использования блокчейн как средства для управления и финансирования проектов. Вот и все, что я сейчас вам могу сказать. Какие решения, когда они будут, тогда будем о них говорить. Сейчас я пока даже не буду об этом комментировать, дорогие друзья. Поэтому вернемся обратно. Что нас может мотивировать? Уже в другом ракурсе, потому что действительно настало такое время, когда люди задумываются, те, кто уже более длительное время в проекте. Это им полезно, на мой взгляд, в первую очередь. И во вторую очередь это те, кто приходит в проект или собираются прийти. Но есть еще и люди. Я, вы, кто-то из вас на той стороне, на другой стороне экрана или в сообществе, которое мы сегодня собрались. Вот, которые как бы рассматривают с позиции win-loss. То есть выиграл, проиграл. То есть вот, клево. Я на пятом, на шестом, на восьмом, на десятом этапе проинвестировал. Проинвестировал, проинвестировал, значит, или прокредитовал, получил залог или приобрел в свою собственность столько-то там доли акций. Опять-таки я повторяю два слова. Сегодня мы в чате на эту тему тоже снова опять дискутировали. Вот, фактически это акции, дорогие друзья. И давайте больше об этом не спорить. Кто не понимает, но не понимает, со временем поймет. От этого мир не изменится, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому не стоит здесь энергию тратить. И я больше не буду отвечать на эту тему, по крайней мере, ближайшие полтора-два месяца. Вот, и поэтому, получив эти, значит, человек относится таким образом, что, а вот теперь дисконт совсем другой. Был 1,100, теперь 1,40, 1,40. Что это значит 1,100? Это значит, что я инвестировал и не в доллар, в залог получал 100 акций. Потому что каждая акция, она в 1 доллар, практически за 1 доллар проинвестированный, у меня куда-то ложилось на полку 100 акций, каждая по доллару, по номинальной стоимости. Сегодня это 40 акций. Но вот теперь давайте подумаем, что же изменилось. Дисконт падает. Но, дорогие друзья, ценность растет. Сегодня, или тут на днях, проскочила, значит, информация. Я задал вопрос в чате, мне дали ссылку, где Андрей Хавратов говорит о стоим... Кстати, прошлый раз, один из прошлых разов, мне тоже... Людмила, прибавьте... Так, меня слышно или нет? Плохо слышно, да? Так, сейчас я добавлю тогда звук. Пардон, я извиняюсь, я не заметил, что вы тут... Нет, у меня должно быть нормально. Почему у меня тут звука нет? Сейчас, одну минутку, я попробую отрегулировать. Почему у меня там нет? Наверное, у меня микрофон и звук. Веб-камера нет. Микрофон, веб-камера должен работать. Так, как сейчас слышно? Сейчас, наверное, лучше слышно или нет? Нет, что-то плохо слышно меня. А, не надо. Все, звук хороший, да, все, извиняюсь. Я что-то повелся. Так вот, значит, и получается такая история, что он пообещал там по три, по пять, знаете, как в том, значит, в той интермедии, где Карцев говорит про раков. Все возможно, но даже я повелся на это. Грешин ваш покорный слуга. Сначала тоже думал, что кто-то сможет продавать. Нет, кто-то может оценивать и покупать готов по такой стоимости, но его надо привести в такое состояние. Я начал думать, кто бы это мог быть. Да, есть сейчас фонды. И, скорее всего, имел в виду Андрей Тавратов, что, да, я знаю, что они работают с фондами. Это хорошо, это полезно нам, потому что в какой-то момент будем ли мы ходить через год, в следующем году, или только в течение следующего года будем готовить IPO. Значит, может быть, значит, будет вообще как какая-то другая схема выхода на IPO в лучшем случае. Но в любом случае нам нужен мощный инвестор, который уже приобретет заранее часть акций. Одно дело, когда акции находятся в руках, значит, массы инвесторов. Там 300 тысяч, допустим, нас где-то чуть даже больше, наверное, сейчас сумма суммаром. Но они рассеяны. И если среди них будет один какой-то консолидированный, который удастся, допустим, 10% акций фонду приобрести, то почему бы и нет. Теперь фонд не будет рассматривать с такой позиции, что вот он не инвестировал. Его интересует так называемая выгодная капитализация в будущем. Какая для него выгодная капитализация? Для любого фонда выгодная капитализация это от 2 до 8%. Это максимум 1-2%. До 5% они уже в шоколаде. Так называемая годовая прибыль или прирост на капитал инвестированный или вложенный в какое-либо что-то. Все. Наш проект я сегодня буду показывать. Он мощнее, значительно мощнее уже на этой стадии сейчас. Поэтому они абсолютно присматриваются. И я не знаю, где эта вода из-за плотины вырвется наружу и практически затопит. Я тоже, я стал так думать и говорю, вот спасибо Андрею Хавратову, что почему бы и нет. Вполне реальная ситуация. Я про это тоже немножко в конце скажу, что практически тут возникает момент, дорогие друзья. Вот видите, рассмотрим вариант с фондом со стороны и рассмотрим вариант с фондом. Но нами созданы самими. Со стороны это кто-то заработает на том, что кто-то из нас вынужден или по глупости продаст акции. В случае, если такая схема будет разработана или когда она будет разработана, согласована. Там есть три но, которые надо решить. Не буду сейчас о них говорить. Не это цель нашего разговора. Фактически это все возможно. И он приобретет. Что он будет? Он будет получать дивиденды. У него будет капитал активный. В активе будет капитал, который он сможет любое время реализовать или же заложить и так далее. То есть это его будущий актив. Он его создаст. И совсем другой вариант, что мы сами или какое-то сообщество, о котором мы уже говорили, создаем фонд, но сами создаем, сами реализуем. Сами там надо целый реестр, ряд. Как мы создадим, на какие деньги будем скупать, кто выигрывает при купле-продаже акций. В любом случае, в том случае, какой-то фонд, неважно, это один человек, там 10 человек, это пенсионный фонд, за которым стоят много людей, да. Или же это будем мы, где стоит наше сообщество, которое не желает сегодня продавать, а готово вложиться в этот фонд именно для того, чтобы обрести. И эту схему я тоже вам в конце покажу. Вот. Поэтому второе. Риски снижаются. Капитализация растет. Об этом мы тоже сегодня будем говорить. Я на таблицах прямо это дело покажу вам. И это очень важно понимать. Я еще раз повторюсь, что не следует, не рекомендую рассматривать ситуацию с позиции выиграл-проиграл. Потому что этот тип бизнеса уходит в прошлое. Или, по крайней мере, он уходит на второй план. Потому что как раньше велся бизнес? То есть быстро вложился, быстро отбил то, что вложил, и еще с горкой получил. Я весь счастливый сижу, счастливый сижу и довольный. Все, дорогие друзья. Мы знаем, чем это все кончалось, где кончалось и как кончалось. Это не то время. И наш бизнес к этому не относится. Он долгосрочный и очень, как бы, надежность его растет. Риски снижаются. И мы об этом говорили. Капитализация растет за счет чего? Капитализация в первую очередь растет за счет того, что средства, которые инвестируются, вкладываются в реальный капитал. Причем этот капитал, он, скажем так, по балансу, он одну ценность имеет и стоимость, и по реальной, как бы, суммарной, кластерной его ценности, он имеет абсолютно другую ценность. Я вам это приводил на примере экотехнопарка, что если или когда мы его сдадим в эксплуатацию, в балансе будет его, так называемая, затратная стоимость, сколько туда практически вложено средств, будет записано. А с другой стороны, мы знаем, что если сравнительным анализом или сравнительным методом мы сравним с аналогичными экотехнопарками, то фактически где-то будет вложено до 200 миллионов долларов стоимость экотехнопарка при завершении высокоскоростной трассы. Причем не важно, где она будет сделана, проект так называемый, сам экотехнопарк, плюс высокоскоростная трасса, не важно, там Белоруссия, там в Австралии, там в Объединенных Арабских Эмиларатах, в Индии, не важно где. Но она будет, она является частью, неотъемлемой частью проекта, вот, и она тоже будет оцениваться, и этот такой экотехнопарк или такой проект, его так называемая реализационная стоимость сравнительная, она колеблется в порядке не ниже миллиарда 250 миллионов примерно. Это практически в 6-7 раз выше, чем реальный затрат. Разве это не капитализация? Это мощнейшая капитализация, не важно, что она расчетная, вот, и так далее. То есть есть целый ряд других моментов. И капитализация растет, и даже то, что есть фонды, которые желают, или же отдельные инвесторы, которые желают, есть инвесторы, которые готов 50 миллионов вложить, но никто ему не отдает, потому что он хочет получить определенный пакет акций, скорее всего, да, и говорить, что я его связываю вот конкретно с этой частью. А что мы тогда будем делать с этим, с высокоскоростным транспортом? Мы же тоже хотим с этого зарабатывать. Поэтому здесь не все так просто под сиянием луны, дорогие друзья. И, значит, еще я бы хотел сейчас поговорить с вами об условной или реальной возможности реализации акций. Смотрите, значит, что такое условная или реальная возможность реализации? Ведь большинство сидит, им просто интересно условно знать, какова условная возможность реализации и какова условная стоимость возможной реализованной акции. Правильно? Правильно. Есть люди, которые сидят, лежат или слушают сейчас меня и думают, а какая же реальная возможность реализации акций? Вот об этом я немножко уже говорил. Вот как вариант, это то, о чем говорил Андрей Хавратов. Фонд – это возможное создание нашего фонда. Андрей Хавратов тоже может создать фонд. У него есть определенные навыки фондовые именно, как фондового маклера, как фондового специалиста. Так что все вполне возможно. Но нам всегда надо смотреть, а где мы там? Мы там продаем или мы там покупаем? Знаете, как в том анекдоте. Значит, сколько стоит это? А мы или продаем, или покупаем? Такие. Как говорят, значит, люди в Одессе. Вот. И поэтому условная или реальная возможность реализации акций – это очень важно. Как? Значит, об этом я тоже говорил. Вот. И это все. Я подведу здесь черту и перехожу уже к реальным таблицам. Это все говорит о том, что наши акции кому-то, 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 через черточку. Очень интересны. И по стоимости скупки 3-5 долларов США. Теперь к реальным цифрам в наших условиях. Теперь к реальным цифрам в наших условиях. Я не случайно привел вам, уважаемые коллеги, опять-таки прописные истины, цифры. Не поленился посмотреть, поднял все архивы свои. Тут ничего нового нету. С 5-го. Я не опускал сюда ниже по шкале, временной шкале, к самому началу, начало проекта. А с 5-го этапа – это 2015 год, конец года до декабря месяца. В декабре месяце был перемен, насколько я помню, переход на 6-й этап. И красным выделен 12-й этап. В 11-й этап мы торжественно перескочили. Смотрите, что здесь просматривается в этой логике. Я буду здесь вводить стрелочкой. Пятый этап. И что здесь важно? Первое – это что по этапу, сколько залоговых акций. Вот это 5 миллиардов, 7,5, 7,5, 4, 3. На 13-м будет 2, 14-й – 1,5, 15-й тоже 1,5. Но начиная с 9-го этапа за так называемый инвестиционный объем под эти залоговые акции или эти залоговые акции под инвестиционный объем 25 миллионов каждый этап. Но здесь различные идут дисконты. Это шкала или вилка дисконтов. Их тут можно по-разному считать. Суть не в этом. Я взял так называемый средний палец по потолоку, как у нас говорят, расчетный вариант. Доверьте, я не сильно тут ошибаюсь. И здесь в конце мы видим, что на пятом этапе 0,0024 доллара себестоимость инвестированного или полученной на мою инвестицию залоговой акции. Но уже здесь вот она, уже она раз, значит, раз, два, в два раза. То есть практически в 100 раз выше на 12-м этапе. Видите? В 100 раз практически выше, если мы смотрим. Теперь, значит, здесь дисконт. Но и это нас не сильно сейчас волнует. Нам важно понимать то, что в любом случае, что бы ни происходило, да, идет снижение дисконтов, но все равно это 1 к 25. В конце концов, это будет 1 к 10 или 1 к 20, но все равно это 1 к 20 еще, пока проект завершается. Это не 1 к 1, не 1 к 3 или не 3 к 1, как предполагает или прогнозирует Андрей Хавратов в каких-то определенных случаях. Это разные процессы, поэтому их нельзя здесь сравнивать. Мы имеем здесь ту базу, которую имеем, и мы от нее отталкиваемся, оценивая и прогнозируя или программируя свою, или же, скажем так, проектируя свою базу на будущее, объясняя другим людям. Не надо здесь, не надо отталкиваться от того и находиться под гнетом того, что ой-ой-ой, как мы проиграли, вот смотрите, вот если бы я здесь сделал, а теперь что я тут сделаю, понимаете? Нет, мы в любом случае в выигрыше. И, скорее всего, это же самое имел в виду и Эмиль Бастиан. Я ему задал вопрос, я вам скажу откровенно, мне просили сегодня на частном чате, что расскажите на вебинаре, мне нечего вам рассказать. Я только буду предполагать, что он имел в виду, но это будет мое предположение, я не хочу это делать. Если не удастся с ним выяснить, что он имел в виду, когда он говорил про так называемую капитализацию, беспроигрышную капитализацию, или так, по-моему, так он ее называл. Вот она. Она в любом случае беспроигрышная. Вот она, вот она здесь, ее здесь видно. И здесь сейчас уже настало время, когда, да, если есть 250, то 250 инвестируют. Но очень много инвесторов сегодня, если правильно подходить, они готовы инвестировать по 5 тысяч. Деньги есть, маленькая Эстония есть, большие государства, очень большие средства находятся. Причем средства находятся легальные и много нелегальных средств. Значит, источником нелегальных средств черная туча и еще куча. Так что не будем сейчас об этом говорить. Будем говорить о наших родных баранах нашего родного стадия. Смотрите, когда мы инвестируем в скобках и никому не говорите, покупаем по залоговой стоимости, в конечном-то итоге. Мы тут, я уже говорил, что с юристами крутили-крутили, значит, анализировали-анализировали. Две стороны. Одни были против, другие за. Как бы одни представляли финансовую инспекцию, другие представляли нас, инвесторов, которые плавают в сером таком варианте. То в конечном итоге те и другие пришли к выводу, что называй ты как хочешь. В конечном итоге все равно приобретение является так называемым конечным результатом. Неважно. Он во времени отнесен куда-то дальше или не отнесен. Сегодня мы положили на полку и мы сегодня продать не можем. Я все время вам говорил, что да, это не купля, это не продажа. Юристы сказали, что это купля-продажа. Неважно, что. Потому что в конечном итоге когда-то они могут быть проданы. Когда будет IPO, когда мы выйдем на биржу. Или, может быть, еще каким-то другим вариантом можно будет осуществить так называемую обменную операцию, что в конечном итоге тоже является действием купли-продажи. Поэтому это заложим себе за ухо, но говорить надо правильно. И поэтому, чтобы вас за слово не ловили. И теперь смотрите, мы инвестируем по залоговой стоимости. Я привел, чтобы лучше понимать. Там не совсем хорошо, извиняюсь, я вам не показал. Значит, теперь верну обратно. Что там, где я говорил вам о так называемой себестоимости, да, видите здесь себестоимость одной акции. И вам здесь тоже я показывал себестоимость одной акции. То здесь несколько другая ситуация. Здесь я для сравнения привел таблицу, где везде привел к 1200 акциям стоимость. На пятом этапе взял дисконт, такой хороший, жирный дисконт, 1 к 600. На шестое, седьмое не трогал. Там разница небольшая, идет такое мелкое снижение. Здесь снижение, здесь идет рост, как видите, да. Слева снижение дисконтов, рост этапов. Справа идет рост залоговой стоимости акций. И все приведено к 1200 акциям. Вот, поэтому уже на пятом этапе 1200 акций, на это затрачивалось 2000 долларов. 1500 акций, 2500 акций, чтобы вы могли разобраться, потому что такого пакета не было. Вот, 2000 акций. Но извините, на 12 этапе на это надо почти 20000. Что в 10 раз разница. Слушайте, не это ли является капитализацией? Капитализация идет. О каком риске мы здесь сильно говорим? Временной только риск. Мы собирались быть на 12 этапе в прошлом году в начале. Мы на 12 этапе были в этом году. Извиняюсь, во второй половине прошлого года. Мы были в апреле месяце этого года перешли на 12 этап. Минув 11 этап. И на то были причины. И вот здесь мы видим очень хорошо, как меняется, как меняется, так называемая залоговая стоимость. Но хорошо, кому-то кто-то скажет, ну да, действительно меняется, да. Но это меня устроило бы, когда я смог бы купить, продать это дело. Сможете. И это говорит, это определяет базу, на которой мы находимся. Это очень важно понимать. Вот. Поэтому, смотрите, переходим к следующему слайду. И здесь есть некий расчет, который я уже неоднократно использовал. Сейчас я его привел еще раз. Смотрите, что происходит. Если мы возьмем, например, что, даже не будем восьмой, девятый этап брать, возьмем десятый этап, за 100 акций или 100 тысяч акций можно приобрести было за 742 доллара. Условно говоря, инвестиции, через инвестиции, да, положить себе на полку в акционерном обществе. Здесь были приведены цифры, так называемые, возможные покупки. Потому что речь тогда шла о том, что, а если вдруг начнет компания скупать, я даже говорил о том, что это было бы выгод для компаний, но это была бы пирамида. Поэтому мы об этом сейчас не говорим и об этом сейчас не смотрим. Вот. Мы смотрим один этап, который мы перескочили. Вот смотрите, при переходе с десятого, начнем с десятого этапа. При переходе с десятого этапа на одиннадцатый этап, и речь шла тогда о шести месяцах, 100 тысяч акций можно было приобрести за 1300 долларов, или скажем так, 1300 долларов была их стоимость. Теперь смотрите, на десятом этапе, это было 742, какая разница или какой прирост, какова капитализация в процентах? 175 процентов в целом, 175,2 процента на каждый месяц, 6 месяцев была там разница, да, мы рассматривали, но мы перескочили на 12 этап, и при этом было бы 29,2 процента в месяц прирост. 29,2 в месяц, дорогие друзья, не в год 2 процента, а в месяц. Да, вы скажете, это все на бумаге, да, но это привлекательно, дорогие друзья, это очень привлекательно, и поэтому это очень существенно. И теперь, если мы посмотрим, если мы посмотрим дальше, что ваша инвестиция кредит, сделанная в 2017, на 2009, 2010, дала прибыль 23 процента в месяц, был такой расчет, я его здесь сейчас не показывал, чтобы не мутить много, не мельтешить тут цифрами, то это было 23,5 в месяц. Ваша инвестиция кредит, сделанная в 2017 при переходе с 10 на 11, предполагала, да, было бы 29,2 процента, а фактически это вылилось в, значит, вперед, это, кстати, период 10 и так называемого предполагаемого перехода на 11 этап до апреля месяца. Там было 6 месяцев, и за этот период ежемесячно 29,2 процента. Мы перешли фактически с 10 на 12, и на 12, здесь неправильно написано, у меня это, скорее всего, так называемый 10-12, 10 закончился в апреле, сегодня у нас, значит, май, июнь, июль, 3 месяца прошло. Если это будет еще август-сентябрь, то есть после экофеста, то так называемая прибыль ежемесячная будет 36, даже больше там она будет, 40 с чем-то. А если мы посмотрим, смотрите, здесь у нас 218, если на 4 разделить, то это будет 50, больше 50 процентов, если 4 месяца, если 5, 40 процентов, я взял так называемые 6 месяцев, получилось 36,3 процента. И если 3 процента, все может быть, я не исключаю, это значит на экофесте, после экофеста мы получаем некую информацию, это значит 72,3 процента. То есть вот коридор, в котором мы имеем так называемый желаемый и реальный расчетный прибыль прирост. Ну найдите мне такой проект сегодня, хотя бы даже расчетный, хотя бы, да, расчетный до момента начала строительства, до момента начала, значит, инвестиций. Это реально можно найти, я даже еще получше проект находил, вот, но уже действующий проект, который не первый год действует, это очень непросто. И поэтому я полагаю, я абсолютно присоединяюсь, хотя и мое присоединение ему не очень сильно нужно, к логике, которую излагал в ролике Андрей Ховратов. Как говорится, а че бы нет? И я очень сильно задумался, что нечего тут нам сильно размахивать шляпами и много говорить о том, что мы создаем фонд, его просто надо создать, дорогие друзья. Вот, но быстро сказка сказывается, не быстро дело делается, к сожалению. Можно отговорку всегда найти, даже при том, когда ты пашешь или когда вы пашете. Так, значит, смотрите, что здесь, я на завершение, я, у нас в Эстонии наступило, в конце концов, за последние годы мощное лето, и сейчас на улице где-то порядка 32 градусов или 32 градусов жара. Вот, помещение-то еще усиливается, потому что воздух тут не сильно, вентиляция работает, но не сильно действует. Вот, поэтому я сейчас скоро буду заканчивать, но тем не менее, в завершение на закуску я хочу вам показать, что, смотрите, две вещи. Был вопрос, так, и что вы считаете, какая же это прибыль, если акции мы не можем слушать? Андрей Брайт, Анди Брайт, значит, смотрите, вы понимаете, ведь вы не слышали, когда я вначале говорил, логика, которой вы действуете, это то, что я вчера инвестировал, сегодня я продал, но вы в бизнесе следите за бизнесом, если вы в компании, или у вас компания, и вы как за ней следите? Вы что, продаете компанию и рассчитываете прибыль, что ли? Нет, вы смотрите, как идет динамика процесса, и вы оцениваете, вы анализируете, Андрей или Анди, понимаете? Я никого не вожу в заблуждение, вы себя вводите в заблуждение, если вы ждете завтра больших прибыли, то вы не туда пришли, прибыль будет, и она есть, но она будет реальная, когда настанет время, его надо ждать. А миллион двести акций, миллион двести тысяч там, в той таблице, видите, сейчас я вернусь обратно, здесь миллион двести тысяч акций, я нигде не говорил, что 1200 акций. Здесь я привел пример, чтобы лучше понять, на ста акциях, цифру проще, понимаете? На ста тысячах, извиняюсь, акции. Одиннадцатый этап я просто пересчитал, сколько сто тысяч, в том, в том и в том случае стоит, понятно, да? Здесь в этом случае сто тысяч акций, 1619, в этом случае 1300, понятно, отсюда все эти расчеты. И привел, где на десятом этапе они стоили 100 тысяч акций, стоили 742, условно говоря. И я вам тоже тогда покажу, поскольку там возникла у нас дискуссия, дорогие друзья, то и я здесь в Мирополисе тоже покажу. Дискуссия возникла здесь, о чем мы говорим, что о 1200 акций, мы говорим о миллионе 200 тысяч акций, чтобы привели к одному пониманию, да? Здесь мы говорим с вами о 100 тысячах акций, я их привел в расчет на 100 тысяч акций, вот эти же самые, миллион 200, пересчитал на 100 тысяч. Получилось, что их стоимость такая, чтобы большими цифрами здесь не размахивать. На одиннадцатом этапе 1300 долларов за 100 тысяч акций, и на двенадцатом этапе за 100 тысяч акций 1619 долларов. Так называемая средняя инвестиционная стоимость этих акций, или так называемая себестоимость. Понятно, да? Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Оговорились? Ну да, может быть, спасибо. Спасибо, спасибо. Наверное, оговорился, но бывать и на старуху пророка, или на деда пророка. Прибыли, а капитализация, это на сколько-то разные вещи. Да, 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 правильно, капитализация и прибыль, это разные вещи. Но в данном случае здесь, значит, Борис, в какой-то степени правильно, здесь я говорил о том, что ваше дело дает так называемую расчетную прибыль. Расчетная прибыль, не прибыль, которую я могу в карман положить, это расчетная, аналитическая прибыль. Ее так тоже можно назвать. Поэтому здесь можно говорить и так, и так. И теперь возвращаемся обратно к таблице. Тут у нас вопросов нет. У меня будет 200, это хорошо, что у вас больше. Вот, смотрите. И что получается у нас, значит, здесь я тоже сейчас выведу. Получается такая штука, что нам, с одной стороны, мы готовим пилотные адресные проекты, мы готовим размещение. Центр, как таково, это 2-3 человека, пока есть базовая структура, которую мы создаем. Пока это все капитал. В капитале люди, которых мы, ну, как бы добровольно, бесплатно привлекаем, им интересно. Сами участвуем в этом. Помимо того, что мы повседневно делаем работу, необходимую для того, чтобы площадка работала, да. Вот. Это будущее, создаваемое. Это мы прорабатываем прообраз центра адресных ICO или адресных финансовых операций. Согласовывая GTI с головной компанией, которая разрабатывает платформу 3DEX Experience. Вот, как я уже говорил, на что она, ну, как бы направлен. Поэтому размещение мы согласовываем и делаем пилотные проекты, чтобы на них отработать механизм. Но центр народного финансирования или фонд, здесь можно просто поставить фонд, целесообразно ему создать банк. Я его назвал банк акций, в который можно просто начинать, благодаря, значит, сотрудничеству с центром кооперации инвесторов. Что это значит? Как его можно создать? Очень просто. Как один из вариантов. Просто скинуться, мягко говоря, да, создать компанию, скинуться и договориться, что начинать создать определенную компанию, которая получит разрешение у GTI на определенное какое-то количество определенной скупки. Или же использовать и средства инвесторов, и средства, получимые за счет прибыли адресных проектов. Вот, создать средства, которые, значит, но это достаточно непростой процесс, но средства можно собрать за счет прибыли, уже так называемой, от размещения. Можно такую сумму направить, потому что она все равно вернется сюда в адресный проект в какой-то момент. А здесь образуется уже наша совместная акция. То есть, будучи просто акционерами, можно быть еще и пайщиков, но это не совсем пайщик, а участников вот этой акции. Запустить процесс кто-то, кто хочет, продаст свои акции, но уже вот эта организация будет владельцем этих акций и заменит. Заменит что? Заменит вот этот фонд, который сегодня уже сидит и мечтает тоже, как бы, поучаствует в одном деле. И это сравнится или сродни тому, о чем мы уже говорили. Это когда, знаете, вот выстраивается новый жилой район, люди приезжают, что им нужно? В первую очередь нужно входить в магазин, какие-то бытовые услуги оказывать и так далее. И что делается? Сразу же находятся люди, группа, кучка людей, которые срочно строят там большой торговый центр с услугами и так далее, и так далее. И кто это оплачивает? Не прямо, а косвенно. Те, кто потом будут ходить в этот магазин, принимать там услуги, потому что там арендовать будут, аренду будут платить и так далее. Но получать все за это будут те, кто 3, 5, 10 человек, а может быть 2, а может быть 1, проинвестировали, построили и имеют это дело. И совсем другая история, если все люди, которые, или основная часть, скажем, 20% по закону Парета, самая активная часть, проинвестировала сами, сами создали, сами построили и сами пользуются услугами этого центра, этой торговли, могут управлять этим делом и так далее. Ровно так и здесь, примерно так же и здесь имеет смысл это делать. Да, Геннадий, правильно, приглашать надо людей, это наш бизнес, не обязательно там протряхивать свой кошелек и последние там или предпоследние свои средства направлять. Нет, приглашать надо. Эмиль прав в этом, правильно? Я всегда перед ним шляпу снимаю, когда она у меня есть. И что рекомендую вам делать? Не шляпу снимать, а подходить с позиции, именно выиграл, выиграл и с позиции, что в любом случае, когда бы я не зашел, это очень выгодно. И это как бы риски снижаются. Это безрисковая, практически безрисковая капитализация. Но об этом еще мы поговорим. Вообще-то решение. Так, дорогие друзья, мы с вами работаем 45 минут и будет нам счастье в любом случае. Я вас благодарю за то, что вы нашли время, что вы прослушали мои мысли, которыми я хотел с вами обязательно поделиться. Вот, я желаю вам всем хорошего, такого же теплого, ласкового лета, чтобы здоровье прибавилось вам и вашим близким, чтобы вы набрали сил еще больше и приумножили наше благосостояние. И в первую очередь свое личное во имя процветания, во имя строительства сковей, во имя того, что строй сковей, спасай планету. Без этого мы никуда не денемся. Это наш проект. Желаю вам всем доброго здравия. Берегите себя и своих близких. Трой сковей, спасай планету. Всего доброго, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok